Всем привет! Вот уже на улице началась отличная погода, снег весь ушел, да и луж практически на дороге вы не найдете. Поэтому стоит доставать свои летние кроссовочки и буду я в частности говорить про Изи Буста 350. Как вы могли понять по названию, сегодня мы поговорим про то, как шнуровать. Я покажу несколько видов вместо бабочки, парочку и как вообще перешнуровать полностью кроссовок. На самом деле шнуровать я кроссовки просто бесконечно не люблю. Это жутко утомительно сидеть, просто вставлять из дырочки в дырочку, какое-то вязание. Не знаю, мне это не очень сильно нравится. Возможно вас это увлечет, ну а для меня немного это видео будет таким тяготным что ли. Не знаю как это все сказать, но надеюсь то, что вы его оцените своим большим пальцем, хорошим каким-то положительным комментарием. Ну и конечно же подпиской на канал и на мой инстаграм. Ссылочка на инстаграм, кстати, будет в описании. Почему Изи Буста 350? Ну, во-первых, то что они такие трендовые, они супер удобные. У меня есть две пары, одну я одолжил для этого видео, чтобы показать вам потщательнее, как все шнуровать на разных кроссовках, а потом сравнить все эти шнуровки. Будет что-то просто для ради кека такого, то что, ну блин, смешно, обложку вы уже видели. Скорее всего на ней стоит тот самый смешной зашнурованный кроссовок, а возможно я ей что-то другое поставлю. Но, в общем-то, Канье хотел Изи для всех, Канье этого добивается. Белые Изи Буста вы сможете найти еще на полках магазинов. Отличным примером это будет, наверное, бренд-шоп, у которого размеры периодически пополняются. Их скупают, потом они опять пополняются. Видел еще в КМ-20. На сайте можно было заказать, плюс еще там они скидку дают на первый заказ в 10%. Ну и вообще заграничные сайты тоже неплохо работают. У них это еще все по 300 долларов и немного подешевле... Ой, 350 и не по 300 долларов, они там чуть дешевле. Но, в общем-то, вы возьмете их гораздо дешевле, чем в России. Так что Канье хотел Изи для всех. Осталось только чуть-чуть бы снизить цену. И тогда они точно будут для всех, но купить их уже гораздо проще. И давайте посмотрим вообще, как их всегда носят и как они там в коробке поставляются зашнурованные. Побольше об этом поговорим. Так, осталось понять, какие у нас еще зашнурованы, как с завода. С завода, кстати, беленький, да и вообще любая расцветка, по-моему, поставляется именно так. Вот шнурки завязаны. И почему-то, кстати, многие не могут воспроизвести именно вот этот вот узелок. Хотя я вам чуть позже покажу, как все это сделать. Для меня это было таким небольшим удивлением. Мне в личку написал парень, говорит, слушаю, у тебя на фотки в Инстаграме вот так вот они завязаны. Как мне это сделать? И я ему постарался записать быстренький такой туториал. И когда я искал разные шнуровки на Ютубе, я наткнулся вообще на то, что кто-то записывает там двухминутные видео по тому, как завязать вот этот вот узелок. Я вам сегодня быстренько о нем расскажу тоже. Но, в общем-то, в основном их многие носят вот так вот. И даже сам Кань их так иногда носит. Фотографии можно, в принципе, свободно найти с таким узлом у него. Так что погнали дальше. Дальше у нас идет вот такая вот свободная шнуровка. И мне кажется, что она подходит вообще лучше всех для изи-бустов. Ну, на самом деле, они сверху из такой плотной ткани. Они очень хорошо прилегают к вашей ноге. И получается то, что шнуровка здесь просто для внешнего вида. То есть, как бы, слепоны, они очень стрёмные. Я снимал шнурки в каком-то из обзоров. То ли True Form, то ли Triple White. Так что вы найдете подсказочку в углу на эти видео. Можете перейти и посмотреть на них обзор, распаковку, анбоксинг, как хотите это называйте. И вот там вот я снимал с них полностью шнурки и смотрел вообще, как это выглядит. И на самом деле, со шнурками выглядят они гораздо лучше. И вот такой вот вариант шнуровки мне нравится больше всех. Я думаю, это очень легко сделать. Все-таки каждый из вас сможет расшнуровать вот так вот свой кроссовок. Потянуть за каждый шнурочек аккуратненько. И просто сделать все симметрично не так уж и сложно. Так что объяснять, как это делается, я думаю, не стоит. Все-таки вы у меня люди соображенные и у вас получится это сделать. Это в принципе легко, просто расшнуровать посильнее. Покажу, как сделать этот узелок, который вот был на первой паре. Так вот, они опять вернулись к затянутому виду. И сделать этот узелок очень просто. Вы просто складываете два шнурка. И как на воздушном шарике, я думаю, многие из вас умеют завязывать в воздушный шарик обычный. Обматываете шнурки вокруг пальца и продеваете в дырочку. Который у вас остается, если вы достаете свой палец. Вот и вся технология. Ну, у меня тут просто шнурки в разные эти, в разные длинные сделаны. Так что сейчас я попробую еще раз. Взяли, обмотали вокруг пальца и просунули в отверстие, в котором был ваш палец. И просто подтянули. И получается обычный узелок. То есть, ну, это дело все можно сделать покрасивее. Просто я вам объясняю саму методику завязки его. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, как больше понравится вам. То ли затянутый вид этих шнурков, то ли свободный, как был до этого. Все сравним на ноге. И ваше мнение я, конечно же, жду в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, вот так вот несложно делается эта популярная шнуровка Coase. И, как вы могли заметить, в один момент она просто очень сильно захватила, по-моему, мир сникер-хедов. И ее начали все делать. И туториалы вы найдете не один раз по всему интернету. Американские, русские. Я сам подсматривал иногда. Первый раз, когда пробовал это сделать. Ну, а потом, в принципе, это очень легко, да, получилось. Давайте теперь о забавной шнуровке я бы назвал ее Penis. Так, ну и что же такая за шнуровка под названием Penis? А, вот так вот она и выглядит. Это немного, да, похоже на Penis. Но на ноге он больше похож, потому что верхнюю часть не очень-то хорошо получается сделать. Такой закругленной. Но сейчас я вам постараюсь объяснить. Я один раз попробовал. Это вот считается как мой черновик. Я попробовал сделать так, чтобы не было видно никаких торчащих ниток. Только вот такой вот непонятный мне узорчик на ваших шнурках. Так что давайте попробуем повторить, а потом все эти шнурки мы посмотрим друг с другом. Потому что я специально для этого взял чуть больше пар кроссовок, чтобы на каждом кроссовке показать вам одну из шнуровок. Ну и, конечно же, мы примерим их все на ногу. А в конце вы напишите, какая же шнуровка понравилась вам больше всего. Погнали, сделаем теперь это. Продолжение следует... Ну вот так вот это получилось. Здесь чуть-чуть посложнее, чем со шнуровкой Коус, потому что надо все-таки подумать и придать форму этой шнуровке, которую я называю пинус. И также возможно ее называть пинаю хуи. Ну, это уже, конечно, на ваш выбор. Наверное, первое будет поприличнее. Но второе тоже неплохо подойдет. Давайте еще разберемся с третьей шнуровкой и посмотрим на все них уже вместе. Ну, а, кстати, тем временем тут жаркий опрос был в моем инстаграм. Подойдет ли такая шнуровка для изиков? И неплохо так. 56 человек сказали то, что да. Пинусы это отличный вариант для изи. Так что можете подписаться на мой инстаграм, как я уже и говорил, чтобы знать, подойдет ли вам такая шнуровка или нет. Я проверяю, беру весь удар своих знакомых и незнакомых, то есть вас, людей, подписчиков, на себя. И вот так вот мы с социальными методами проверяем, просто стоит ли завязывать так шнурки. И вы можете знать, что такая шнуровка подойдет для всех. Ну и теперь точно расскажу вам про последнюю шнуровку, которую я даже еще не попробовал завязать. Просто нашел такое неплохое коротенькое видео в инстаграме. Я сейчас попробую все это воспроизвести. И уже будем подходить к концу видеоролика. Погнали! Так, ну что ж, вот у меня и получилось. Наконец-таки это уже вторая попытка. На самом деле, кверх ногами я шнурую, чтобы для вас это было все лучше видно. И не особо понятно, но выглядит это вот так вот. И это тоже довольно популярная такая шнуровка, но, как по мне, лучше уже делать коус, чем вот это. Вот теперь давайте посмотрим на все шнуровки, про которые я сегодня говорил. И вы напишите в комментариях, какая же из них нравится вам больше всего. Ну а это были все шнуровки для этого выпуска. Так что, возможно, для кого-то из вас это будет новеньким открытием, и вы так вот немного освежите свои изи-бусты на это лето. В общем-то, все шнуровки не очень сложные. Я надеюсь, что по видео вы поняли, как все это зашнуровывается. Ну а всем спасибо за просмотр. Не забывайте, конечно же, спуститься вниз и поставить свой большой палец, потому что это было для меня невыносимо тяжело, и я ненавижу завязывать эти шнурки, точнее, зашнуровывать. И надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Конечно же, оставляйте комментарий, обязательно комментарий, какая шнуровка вам понравилась больше всего. Лично мое мнение, то что шнуровка коус, это забавно, это так свежо выглядит. Ну и тем более, это все аккуратненько подтянуто. Ну, шнуровка, пиносы, это просто ради прикола. Так вот, ну не знаю, выйти куда-нибудь, к знакомым домой прийти, домой, не знаю. Но точно уж не ходить так по улице. Ну а вот то, что последнее, это больше подойдет статикам, потому что на белых изи-бустах это вообще никак не выглядит. Просто какая-то непонятная скрученная косичка. Ну а на статиках это все выглядит просто очень мощно. Они же там подсвечиваются, шнурки. Так что вот, ну, статиком это подойдет, а обычным белым изи-бустам нет. В общем-то, еще раз всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на этот канал и, конечно же, на мой инстаграм. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok